Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите новости Кавказо-Грузинского Центра Стратегического Анализа Джессак. С вами я, Гелл Абасец. Итак, где у нас случилось? А у нас случилось два судебных заседания, два суда. Про первый суд хорошо всем известно во всем мире. Это суд над Михаилом Саакашвили, к нему вернемся. Но хотел бы я начать с другого суда. В нем обвиняемый был олимпийский чемпион 2004 года, бывший депутат Зураба Звиадаури. И его освободили из зала суда под залог 50 тысяч лари. Это 16 тысяч долларов примерно. Так вот, друзья мои, Зураба Звиадаури обвиняют в умышленном убийстве. Ни больше, ни меньше. Что там произошло на самом-то деле? Ну, в общем-то, по информации МВД, и трудно в эту информацию не поверить, во время разборки в Кахете 16 августа нынешнего года погибли два человека. Один из них был брат олимпийского чемпиона. И по версии следствия, спор, который начался на бытовой площади между несколькими лицами, перерос в физическое противостояние. Звиадаури застрелил участника разборки одного из участников, который до этого убил его брата. Позднее он заявил, что действовал в состоянии аффекта, потрясенной смертью брата. Вообще-то, за вот это преступление, в случае подтверждения вины, конечно, олимпийскому чемпиону и активному стороннику грузинской мечты грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Но его выпускают, освобождают под залог. Я совсем не против того, чтобы освобождали под залог Звиадаури. В конечном итоге, я думаю, что он никуда не скроется, и понятно же, что то, что произошло с ним, это большая трагедия. Но вы понимаете, в чем дело? Проблема в том, что в это же время третий президент Грузии сидит в тюрьме. Сидит в тюрьме по весьма странным обвинениям. Саакашвили, конечно же, использовал суд как политическую трибуну. Ну а как же иначе? Как же иначе? Он объяснил, почему он вернулся в Грузию, он объяснил, по каким делам его обвиняют и так далее. Значит, суд отвечался очень хорошо независимым изданием «Сова». Я не стал изобретать велосипед, я вам просто прочту цитаты, которые выложил, выживку хорошую сделал на телеграм-каналу «Дбилиси Лайб». На телеграм-канал и на сайт, где там, соответственно, ссылки в описании ролика. Итак, что сказался Саакашвили. Я стал первым правителем Грузии после царя Луарсаба, а эта история случилась 400 лет назад, который попал в тюрьму. Это огромный стыд для всех, кто в этом участвует. Это самое большое унижение. Это классическая российская комбинация. Весь мир в шоке от того, что я обращаюсь к вам отсюда, вместо того, чтобы иметь возможность свободно ходить по построенной мной стране. Вместе с вами и вместе с вами строить ее будущее. Мой комментарий – это конец цитаты. Мой комментарий патетично, конечно же, патетично, но что тут неправда, скажите мне, пожалуйста. Саакашвили коснулся и событий 7 ноября. Это вот разгон митинга. Про него мы говорили уже в наших программах. Для тех, кто не знает, это разгон митинга 7 ноября 2007 года. И сказал следующее. Во-первых, вы постоянно крутите кадры 7 ноября, которые мне больно вспоминать. Конечно. Но разве не вчера было 20 июня? И сравните число пострадавших 20 июня и 7 ноября. Это раз. Разве не вчера было убийство? Так, конец цитаты я тут поясню. Значит, 7 ноября был разгон до 90 июня. Тоже был разгон до 90-го, так называемая ночь Гаврилова, который кончился очень тяжелыми последствиями. Двум людям, в том числе одной девушке, просто выбили глаз. И применялись с пластиковое поле, с близкого расстояния, которое нельзя было применять. Дальше Саакашвили говорит. Разве не вчера было убийство Лекса Лашкараба, которое своими призывами спровоцировало высшее должное лицо Грузии. Оператор Лекса Лашкараба умер спустя 2 дня, нет, спустя 4 дня, если я не ошибаюсь, после нанесения ему побоев. Очень серьезных побоев, когда он снимал выступления радикалов против проведения гей-парада. Гей-парада не было, но радикалы решили побить журналистов. В итоге Лекса Лашкараба скончался. МВД Грузии и наши власти говорят, что он скончался не из-за этого, но на самом-то деле факт остается фактом. После того, как человек был избит, через несколько дней он скончался. Так или иначе, и то, что тогда творилось, как избивали журналистов, операторов и так далее, это был позор. Дальше Саакашвили. Меня судят по двум делам. Первое касается неслыханного президентской амнистии по так называемому делу Гвивлиани, который никак не является делом Гвивлиани. Так его назвали ради пиара. Но действительно, если президент применяет амнистию, то и его судят за то, что он применил амнистию, то это никак не дело, за что осуждены те, которые были амнистированы. Дальше продолжаем то, что сказал Саакашвили. Смерть Гвивлиани была трагедией. Все эти офицеры были задержаны, и после войны 2008 года случилось амнистия 280 военнослужащих. То есть, фактически всех военнослужащих, тех, у которых были погоны, их фактически амнистрировали. Вернее, произошло сокращение срока заключения. После этой амнистии прошло 6 месяцев. И судья освободил этих людей, и один из этих судей, который освободил этих людей, сегодня судит меня здесь. То есть, смотрите, весь цинизм ситуации заключается в том, что один из судей, который освободил людей, осужденных по убийству работника банка в Гвивлиани, значит, соответственно, сейчас участвовал в судебном заседании против Саакашвили. Раньше Саакашвили поприветствовал людей, стоящих на улице, грузинское общество, и задал следующий вопрос. Цитата. «Я несколько дней свободно ходил по Грузии и имел возможность контактировать с людьми до того, как попасть в плен. И я увидел, что люди очень опечалены, замучены, почти не улыбаются. О чем вам сказать, мои дорогие грузины? Хочу спросить. Разве вы не скучаете по тому чувству гордости за собственную страну, которая была? Не скучаете по темпу развития и драйву? Не скучайте по строительству, по любви и теплу, по победам и праздникам. Если скучаете, то мы должны вместе положить конец тому, что сейчас происходит». Следующая цитата. «Мой любимый президент Рональд Дрэйгон говорил, что от падения независимости нас отделяет одно поколение. Хочу с сожалением заметить, что сегодня наступил момент, когда это происходит на наших глазах. Это объективная реальность». Ну вот, это были выжимки. Тем, кому интересно почитать дальше, пожалуйста, читайте. «Я дал ссылку. Все спрашивают, что дальше. Ну, а что я могу сказать? Ну вот, что дальше? Дальше может быть все, что угодно. Но сегодняшний день Саркашевеля сделал и делает все, что может. А именно, он привлек внимание общества к нашей судебной системе и системе исполнения наказаний. Создал прецеденты для международных судов и, прежде всего, для ИСПЧ, показал оппозиции к путь объединения. Кстати, он признал же и ошибки, и, прежде всего, ошибку по поводу независимого суда. Ошибка, цитата опять из Саркашевеля, ошибка, связанная с тем, что мы не смогли создать независимый суд, коснулась очень многих моих соотечественников. Теперь она коснулась и меня. Я прошу прощения у всех, кого это затронуло, и также прошу прощения за все другие ошибки, которые невольно вас затронули. Прошу прощения еще раз, но это ошибки и опрошности. Это одно, а вина совсем другое. Вы знаете, ну как мне вспомнить знаменитую фразу, приписывая ему Талерану, хотя Талеран этого никогда не говорил. Это не преступление, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот примерно вот такую ситуацию мы сегодня имеем. Тем временем, премьер-министр Грузии Иракли Гарри Башвили, слухи об отставке которого ходят по стране, как призрак коммунизма времен Маркса, ходил по Европе, анонсировал, что у нас будет небывалый экономический подъем. 10% и миллиону граждан через черные списки запретят играть в онлайн-казино. Про инфляцию и рост цен, конечно же, ничего не сказал премьер. Что касается 10%, ну ребята, 10% это после пандемии. Каха Бендухидзе говорил, что если у нас будет двузначный рост экономики, то мы превратимся в нормальную страну. Но Каха Бендухидзе тогда никак не мог предположить, что будет пандемия. И после пандемии, кстати, будет или нет, это еще вопрос. А вот что касается даже этих 10%, ребята, это на самом деле какой-то позор, как-то у Булгакова. Что касается инфляции и роста цен, я уже сказал, просто люди конкретно шокированы тем, что происходит. Но, видимо, нашего премьера это мало волнует, тем более, будет он завтра премьером или нет. Вот большой вопрос, многие задают вопрос, заживет ли политически Гарибашвили до Нового года. Может ли не дожить, но только вот из этого ничего не изменится. Ковид. Ковид очень важная тоже тема. И большая акция прошла на просвете Руставили. Акция называлась «Нет зеленым паспортом». На самом деле, если посмотреть на кадры этой акции, сказать, что она огромная, очень большая и так далее, нельзя. По прикидкам, не показано было сверху все, но по прикидкам там 5-7 тысяч человек. Потому что я вижу, где акция заканчивается со стороны Дома молодежи. 5-7, ну это много, достаточно много. Я уже неоднократно говорю, что я противник регуляции со стороны государства, потому что я считаю, что мы все взрослые люди, и мы все должны нести ответственность за то, что мы делаем. И я, например, в ресторан или в заведения, где пускать без зеленых паспортов, я бы не пошел бы. Наверное, кто-то пошел бы, подверг жизнь свою и своих детей опасности. Но это опять-таки, его выбор ровно так же, как и вот по поводу вот этих миллион людей через черные списки, которым запретили играть в онлайн-казину. Ну, ребят, ну найдут они выход. Уверяю вас, они найдут выход и будут все равно играть. Не то, это не та мера, которая может как-нибудь повлиять на всю эту ситуацию. Ну, можно вообще запретить в казино, тогда почему бы и нет, давайте будем последовательны, но правительство же это не запрещает. Поэтому как пиар-акция понятна. И еще одна вещь. Грузия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из 8 стран Африки. Вы знаете, чего я не понимаю в этом случае? Я не понимаю очень простой вещи на самом-то деле. Вот кто-то прибывает из какой-то определенной страны Африки, да? Вот одно из этих 8 стран. И что? Остальных же отпускают. С этими остальными он был в самолете. Если он заражен, то очень высокая вероятность, что он заразил кого-то в самолете. Что дает этот 14-дневный карантин? Для примера, премьер-министр Израилов Нафтали Беннет поручил код разведки отслеживать геалокацию лиц, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщили на сайте правительства Израиля. Ну, почувствуйте разницу, что называется. Кстати, всех причастных поздравляю с праздником Света, с Ханукой. Замечательный праздник. Идем дальше. Вы знаете, значит, по поводу встречи в Сочи и по поводу ее итогов мы будем обсуждать это постоянно. Сегодня, буквально через 2 часа в 21.00 мы будем обсуждать это с экс-министром иностранных дел Азербайджана Тофиком Зульфугаровым. Достаточно интересный получился разговор, рекомендую посмотреть. А пока просто давайте пропустим эту тему, потому что, ну, если сейчас о ней говорить, то, в принципе, это будет повторение того, о чем я говорил с Тофиком. А это действительно, поверьте мне, разговор получился достаточно интересным. 28.00 ноября, то есть вчера в Ашхабаде, прошел 15-й саммит Организации экономического сотрудничества. Членами ОАЭС являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Турция, Таджикистан, Узбекистан. Интересный набор стран, не правда ли? И все эти страны, ну, за редким исключением, разве что я могу сказать, что Афганистан, Таджикистан и Пакистан там пока еще нас мало касаются, но и то пока еще. Все эти страны, в общем-то, достаточно серьезно влияют на экономику Грузии, на внешнюю политику Грузии. И я думаю, что в этой организации, если бы мы были бы наблюдателями, было бы очень интересно, потому что, ну, это очень здорово, что мы стремимся к евроинтеграции и так далее, но вместе с тем мы живем в реальном мире, и нас окружает не только Россия и Европа, нас окружают и эти страны. Причем, если мы посмотрим расстояние до Пакистана, ничуть не больше, чем расстояние до Франции той же или Германии. Поэтому я думаю, что тут очень важно, чтобы вот это направление нашей внешней политики, которое, на мой взгляд, очень серьезно хромает, оно было осознанно, как минимум. Ну, впрочем, про кого я сейчас это говорю и кому я сейчас это говорю, но было бы, скажем так, неплохо. Кстати, Эрдоган провел целый ряд встреч с президентами стран-участниц. Это была в Ашхабадской гостинице Караком. Все встречи были закрытыми для СМИ, но упоминается, что он встречался с президентом Ирана, президентом Таджикистана, главой Пакистана и президентом Азербайджана. Тоже очень интересная, значит, география. И что еще очень интересное из этого всего, уже возвращаясь из Ашхабада, соответственно, Эрдоган заявил следующее, что Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной. Вот цитата из Эрдогана. Наша позиция в отношении напряженности между Украиной и Россией известна. Мы за господство мира в регионе, в первую очередь, учитывая вопрос крымских тюрок. Мы много раз обсуждали и обсуждаем такие вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным. Мы не желаем, чтобы этот регион становился регионом, в котором господствует война. Пусть этот регион идет в будущее, как регион, в котором царит мир. Мы желаем, чтобы эта тема развивалась в положительном русле. Для этого мы готовы как к посредничеству, так и к обсуждению этого вопроса со сторонами. Мы хотели бы быть частью решения этого вопроса, развивая диалог как с Украиной, так и с Путиным. Конец цитаты. И вот что я вам скажу, ребята, я, читая вот это все, я вспомнил анекдот знаменитый, ну, это анекдот, по-моему, 14 или 15 года, когда Гиммлер приходит к Гитлеру и говорит, Гитлеру и Фюрер мне приснился странный сон. Бургомистр Берлина гомосексуалист, канцлер Германии женщина, а Украина воюет с Россией, а Германия пытается ее мирить. Ну, что ж, Россия собирается напасть на Украину, нападет или нет, это уже другое дело, но явно демонстрирует это, а Турция пытается это предотвратить. Странно, немножко странно, хотя к этому мы уже привыкли. И фразу, которую я прочел недавно, но которую я буду, постараюсь заканчивать многие свои передачи, запомните, пропаганда не обманывает людей, она лишь помогает им обманывать себя. Эрик Хоппер, американский философ. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами, всего доброго и до новых встреч.